Добрый день, коллеги! Рад вас всех сегодня приветствовать на нашем докладе, посвященном e-commerce. Сегодня мы с вами поговорим про новинки, которые были представлены Сергеем Рыжиком во вторник в направлении e-commerce. Также мы поговорим про кастомизацию этих новинок. Я вам расскажу какие-то секретики, фишечки, которыми можно и нужно пользоваться. Ну, давайте начнем. Начнем мы с новинок. Основная релизная фича e-commerce была в режиме без заказов. Это такой режим специальный, в котором нет заказов, но на самом деле они есть. Мы скрыли из публички все упоминания о заказах, скрыли работу с заказами, потому что часто у менеджера возникали проблемы с пониманием, когда пользоваться сделкой, когда пользоваться заказом. В момент выставления счетов, в момент работы с товарами, сделки, заказы, все как-то было очень сложно, поэтому мы решили всю эту работу упростить и ввели такой режим. В этом режиме вся работа осуществляется из сделок. Сделки у нас представляют собой единую точку управления, откуда можно выставлять счета, оформлять доставки и так далее. Но под капотом всего этого дела есть заказы. Когда человек оформляет покупку какую-то в интернет-магазине, независимо от того, откуда он это делает, из нового магазина либо из старых магазинов в облаке, всегда автоматом в этом режиме создается сделка и к ней привязывается заказ. Единственное, документы, про которые я сейчас скажу чуть дальше, они появляются не сразу. Если я уже заговорил про документы, тогда давайте рассмотрим, что они из себя представляют. Для управления документами в сделках появился специальный виджет, в котором есть оплаты и доставки. В терминах магазина это есть не что иное, как оплаты и отгрузки. Как вы знаете, начиная с 15-й версии, мы выпустили обновленную аппи работы с заказами, которая поддерживает множественность оплат и отгрузок. Именно на этом функционале мы и сделали данную фичу. Когда создается сделка, всегда привязывается к ней один заказ. То есть мы раньше, когда выставляли счета, всегда создавался отдельно новый заказ. Сейчас же это не так. Это не касается нового режима, это в принципе общая переделка, которая касается всего e-commerce в облаке, коробке и так далее. То есть из одного заказа можно сделать 4? Нет, есть один заказ, но по этому заказу можно выставлять 4 оплаты, кучу отгрузок и так далее. Помимо этого у нас появился отдельный документ. Это доставки. Раньше можно было только выставлять счета или выставлять счета вместе с доставкой. Сейчас же можно оформить отдельно доставку без оплаты. Это действительно в каких-то определенных кейсах может быть удобно и полезно. Это можно сделать из двух мест. Первое – это дело. Отдельно появился пункт доставка. И это можно сделать из слайдера принятия оплаты. В левом меню есть отдельный пункт доставка. Также мы привели к единой логике всю работу с товарами в сделках и в слайдерах. Что это из себя подразумевает? Но тут стоит рассмотреть несколько вещей. Первое – это работа. Если вы помните, раньше у нас были отдельно слайдеры. Слайдер принятия оплаты был один, но он открывался из разных мест. Из чатов, из дел, из кнопки. И там логика работы с этими товарами немного не отличалась. Во-первых, в старом режиме, если у сделки не было заказа, то в этот слайдер подтягивались товары. А в дальнейшем, если нужно было оформить новый заказ по этой сделке, то товаров уже не было и приходилось ручками их туда добавлять. Сейчас же это не так. Сейчас, вне зависимости от того, откуда вы открываете этот слайдер, автоматом подтягиваются все товары. Единственное, они подтягиваются туда в зависимости от сценариев, с которым вы работаете. Сценариев у нас два. Это получение денег и оформление доставки. Если мы рассматриваем получение денег, то есть выставление счета какого-то клиенту для дальнейшей оплаты, то логика тут такая. На этот слайдер подтягиваются все товары, которые есть в сделке, но по которым еще не было выставлено счетов. Если же это доставка, то подтягиваются все товары, которые еще не участвовали в доставках. Иногда случалось так, что было необходимо в момент выставления счета или, например, оформления доставки изменить список товаров. Например, добавить, либо поменять искушку. Например, человек купил два стула. Купил два стула, оплатил их, потом менеджер с ним связался для того, чтобы подтвердить доставку и решил что-то продать дополнительно. И говорит, знаете, вот если вы сейчас купите третий стул, то вам стол достанется со скидкой 80%. И клиент думает, черт, ну да, в принципе, было бы прикольно, как раз мне нужно тоже стол обновить. И он просит менеджера докинуть стул в сделку, например, либо непосредственно в саму оплату. Если это происходит со стороны сделки, то тогда после того, как в сделку будет добавлен товар, два товара, стол со скидкой 80% и третий стул, на слайдере он, принятие оплаты, он увидит сразу и стул в количестве одна штука, и новый стол. Если же это делается непосредственно из самого слайдера, то в этом случае товары, которых не было в сделке, они автоматом туда подтянутся. И пересчитается стоимость сделки, и изменится, соответственно, список товаров. То есть встанет три стула и один стол. Точно такая же логика и момент оформления самой доставки. То есть тут все работает единообразно. Слушай, на вопросы хочешь поотвечать немножечко? Ну, можно. Давай здесь у нас вот есть. Значит, можно ли будет смотреть, или может быть уже можно смотреть заказы в мобильном приложении? Прям заказы смотреть сами. Сами заказы, по-моему, в мобильке еще, в мобиле пока недоступны. Будем делать. Такие идеи были. Может быть, мы реализуем их. Окей, хорошо. Прошу тебя вернуть отображение номеров, позиций, товаров, сделках. В вкладке «Товары». Отображение номеров, позиций, товаров, сделках. Я такой вопрос встречал даже и в фейсбуке, мне и в паблике писали. То есть, ну, чем мы их убрали? Ну, я подозреваю, что ты ревью сделаешь, посмотришь, а тебе скажешь. Ну, надо посмотреть. Я сейчас так сразу не вспомню, какие мы там номера убирали. Ну, в целом, этот вопрос можно будет обсудить. Окей, хорошо. Вот еще здесь странный такой вопрос. Как, на мой взгляд, когда можно будет принять оплату не только в смс, но и ссылкой на почту? Почему в почту, коллега? Такая фича тоже есть. Уже сейчас можно? Нет, она стоит в процессе разработки. Мы планируем из этого же слайдера не только отправлять по смс, но и сразу в почту. А почему не смс этот самый? Почему почта-то? Сейчас смс. А за смс-ки надо платить, наверное. Да-да, Алекс, сейчас, сейчас, за смс-ки надо платить. Ну, я согласен. Окей. Алекс, давай, ты в эфире. Давай, задавай вопрос. Алекс? Коллеги, привет. Что-то тут с интернетом. Надеюсь, меня слышно и видно. Слышно и видно. Раз, два, три. Меня слышно и видно. Видно и слышно, супер. Да, привет еще раз из Крыма, коллеги. Ну, у меня два больных вопроса по поводу собственного магазина. Будет полноценный складской учет? Это раз. И я бы даже сказал, самый большой вопрос, когда появится полноценный складской учет? Потому что интернет-магазин Bittrex24 без складского учета, простите, нафиг никому не нужен. Ну, это тоже стоит в планах. В каких планах? Ближайших или не очень? Ну, разговоры идут. Будь честен с нами сегодня. Ну, точную дату релиза я вам не скажу. Но я думаю, что в ближайшее время мы приступим к этому. Потому что то, что мы сейчас выпустили, это было первым этапом, а вот в следующем это да. Это резервирование, складские учеты и так далее. Он здесь, смотри, поддерживает в зуме. Да, да, складской учет. В планах на ближайшие 100 лет в планах у тебя? Не, 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 100 лет вряд ли меня будет. Нужны еще остатки, пишут? Да, будут полноценные. Все, что есть в бусе, будем туда перетаскивать в облако. Окей. Ну, вот здесь не 150-64. Коллеги, окей, заметил ваше издевательство. Хорошо, спасибо. Максу передал. Ладно, я думаю, что будем двигаться дальше. У нас еще будет возможность позадавать вопросы. Макс на них поотвечает. Давайте, пойдем. Так, ну, давайте дальше продолжим. Так, еще одна, это мы закончили с менеджерами, все, упростили им теперь работу. Теперь давайте перейдем к нашим клиентам. Как им покупать? Мы выпустили новый магазин. Он стал еще быстрее, еще умнее, еще симпатичнее, чем предыдущий. Во-первых, это адаптивная верстка. Этот магазин отображается также прекрасно и в мобиле. Это все доступно уже в облаке. Если вы не смотрели, обязательно потрогайте, посмотрите. Мы применили новый подход к созданию этого магазина, а именно через специальный мастер. Этот мастер поддерживает несколько шагов, и он упрощает, снижает порог вхождения новых клиентов, тем самым скрывая за собой всю сложную логику настройки. Там, по-моему, всего несколько доступно полей ввода. Это название самой компании, телефон, товары, соответственно, товары, да, нужно настроить. И все, и вперед создается легко и быстро. И начинаем продавать. Но, как в любом магазине, для того, чтобы что-то продавать, нужно через что-то оформлять. И вот тут мы сделали то, про что говорили на прошлой партнерке. А именно новый компонент оформления заказа. Да, старый компонент, он был идеальный, его не надо было кастомизировать. Но решили мы немножечко его, так сказать, оставить в покое, не нагружать его логикой, потому что с учетом всяких обратных совместимостей это сделать достаточно сложно. И мы пошли по пути написания нового компонента, который написан на view, для того, чтобы вам было проще с ним работать и, соответственно, кастомизировать. Также мы поддержали в нем работу с товарами. Раньше, если помните, у нас была отдельная корзина и было отдельное оформление. Сейчас оно живет вместе. Этот компонент поддерживает многостадийность, то есть оформление в несколько стадий. Первая стадия – это просто выбор товаров и ввод своих персональных данных. Далее, если в интернет-магазине есть настроенные платежные системы, то будет предложена страница для оплаты, где человек может прийти и сразу же оплатить. Если же магазин новый и, например, у них нет договоров с какими-то сервисами, они работают только наличными, то, соответственно, будет экран приветствия о том, что спасибо, что вы все оформили, и с вами свяжется менеджер, и уже договорится, куда он вам доставит и как примет деньги. Теперь мы плавно перетекаем к кастомизации. Кастомизация и про то, как вообще можно подлезть в этот режим, как с ним работать, есть ли какие-то особенности между старым и новым режимом, стоит ли их учитывать или вообще все просто. Начнем с кастомизации. Там будет несколько пунктов. Начнем мы с режима нашего без заказа. Вообще тут все достаточно просто. Тут все аналогично, что и было раньше. Под капотом все те же самые события. Единственное, хотелось бы отдельно отметить то, что, как я уже сказал, в рамках этого режима у нас всегда присутствуют в документе сделки документы оплаты, и их, и доставки. Их может быть много. И поэтому стоит отходить от привычной работы с событиями заказа. Мы про это говорили и говорим на всех конференциях, однако все равно разработчикам привычнее работать с заказами. Но это определенные сложности. Например, если происходит изменение какой-то сущности, например, оплаты или отгрузки, то, используя события заказа, вам нужно найти еще и отловить эту сущность, в которой произошли эти изменения. Если вы используете специальные события для оплат, тогда вам этого делать не надо. Тут все достаточно просто. Вообще, есть несколько ключевых событий. Первое из которых – это события на сам факт оплаты. Тут можно все, что угодно делать. Это такое частичное событие, которое срабатывает именно на момент, когда человек либо менеджер меняет статус самого документа. И есть несколько событий. Первое событие – это события перед изменением поля сущности. И второе событие – это события после изменения поля сущности. Вообще, эти события универсальны. Вот эти два последних. Используя их, можно работать с любыми полями документа и отслеживать любые его изменения. Например, используя события перед изменением, вы можете не только что-то, например, менять, но и отменять изменения. Или, например, вам необходимо сохранять всю историю описания транзакций этого документа. Для этого вы можете использовать это событие и не постоянно перетирать, например, данные, а просто использовать конкатенацию и записывать новое значение, возвращать это новое значение. А система, соответственно, его уже дальше присвоит. И там где-то оно сохранится. Поэтому эти события достаточно гибкие, и ими можно делать все, что угодно. Плюс использование данных событий, что вам не надо поднимать всю коллекцию. Не надо проходить по каждой коллекции. Вы можете контролировать и, не дай бог, вы измените или получите не тот объект. Если изменилась какая-то сущность, вы сразу получили ее инстанс, и дальше уже с ней работать. Вот на этом слайде я как раз таки и приведу небольшой пример. Он, конечно, пустотелый, но он отражает основную суть. Вы, соответственно, регистрируете обработчик какое-то событие, а в самом обработчике, ну и плюс описываете сам обработчик. Основные параметры, которые он получает, это объект, который изменяется. В данном случае это документ, который был оплачен. И массив полей, а поля — там хранятся оригинальные значения полей, которые были до момента изменения этого объекта. В принципе, можно и не опираться на массив. Кому удобнее, может работать с массивом. Кому неудобнее, может работать с объектами. Достаточно на самом инстансе получить getFields, дальше getOriginalValues и все, и вперед. Также у нас есть события отгрузок. В новом магазине это документ доставки. Соответственно, что? Тут точно так же есть основное событие, которое отрабатывает на отгруженность, на изменение статуса. Доставлено, отгружено, не отгружено. И пара событий, которые точно так же, как и в объекте оплаты, срабатывают на изменение любого поля сущности. С точки зрения архитектуры внутреннего устройства, вообще коллекции оплаты отгрузок, как и сами оплаты отгрузки, они в целом очень похожи. И поэтому и события, они тоже похожи. Они отличаются чисто названиями. Поэтому у вас не будет особо сложности при работе с документами оплаты или документами доставок, потому что все однотипно. Умеете работать с одним, легко можно работать и с другим. Ну, тут в принципе то же самое. Тут нет никакого Титаника, поэтому тут как бы события, параметры, обработчик. Все используем, все без проблем. Так, еще одна из таких больших реализаций, больших фич, это платежные документы, платежные системы и чеки. Мы научились печатать чеки через платежные системы. Вообще, эта фича, она достаточно давно о ней просили, и вот мы наконец-то это сделали. Слушай, Макс, здесь вот просят тебя говорить, вот ты это все, вот код говоришь, это для облака или для коробки? Ну, вообще, я привожу примеры для коробки, но у нас в облаке через REST есть все то же самое. То есть, данные события, они в REST, они в REST, они в REST, все хорошо. Вот, поэтому тут я просто примерно коробки. Слушай, у нас еще осталось 10 минут, я думаю, что у тебя там сколько еще слайдов? А я сейчас уже скоро закончу. Окей, то есть у нас еще есть там вопросы, мы их сможем тебе задать. Да, 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 сейчас я быстренько расскажу. Так, про чеки и платежные системы. Вообще, вся работа, вся печать чеков через платежные системы, она также ложится на наш стандартный механизм, который есть внутри продукта. Вот. Но для того, чтобы поддержать, чтобы ваш обработчик платежной системы мог печатать чеки, вам необходимо две вещи. Первая вещь – это сама касса. То есть вам необходимо написать обработчик, который будет осуществлять печать чеков и будет отображаться в списке касс. Он должен быть наследником класса кэшбокс пейсистем. И со стороны платежных систем вам нужно сделать реализацию интерфейса для того, чтобы продукт понимал, что поддерживается печать. Ну, то есть, что данная платежная система умеет печатать чеки. Единственное ограничение заключается в том, что печать чеков через платежную систему в ручном режиме недоступна. Это… А у тебя чеки через рабочеки или через что? Да. Это сейчас будет следующее. Это слайд, ну, через слайд, где я расскажу, через что мы сейчас работаем. Вот. Не поддерживается, во-первых, в ручном режиме. Это вызвано ограничениями самих платежных систем, потому что не всегда у нас есть данные, которые позволят выполнить такой запрос. Вот. И чтобы не путать клиентов и менеджеров, мы печатаем только в автомате. Вот. И… Ну, и все вроде. Так. Дальше. Ну, вообще, тут я привел всего лишь один класс и интерфейс, и кажется, что все, наследуемся, реализуем и погнали. Но на самом деле не так. Там достаточно много методов, которые нужно реализовать именно в классе. Вот. Поэтому нужна документация. Документация в процессе. Сразу отвечу на вопрос ваш, если он будет, то документация в процессе, ну, я думаю, что в ближайшее время она появится. Вот. Вот. Разработчик занимается ее написанием. Разработчик все-таки? Да. Он должен дать API, показать примеры, а потом уже отдел документации все это обернет в бумажку и вам продаст. Так. Ну, и где это можно посмотреть сейчас? Сейчас мы поддерживаем робокассу. Через них мы печатаем чеки. Поэтому если вы не хотите ждать документации, всегда можно посмотреть в исходных кодах, как это все работает. Там вся правда. И, в общем, все там можно посмотреть. Поэтому сейчас эта робокасса доступна также и в облаке, поэтому можете подключать. Для мелких клиентов это достаточно удобно, когда все сосредоточено в одном месте. В каком-то, если, например, брать робокассу или какую-то вообще платежную систему, которая поддерживает печать, в одном личном кабинете можно отслеживать свои транзакции, отслеживать свои чеки. Ну, и всем управлять с одного места. Это удобно. Все к этому стремятся. Задавая свои экосистемы и так далее. Вот. Вопросы. Ребята, еще раз, кто хочет задать вопрос голосом, нажмите ручку в зуме, я вас увижу. Либо прямо уже включайтесь. Вот, Алекс, давай. Да, потому что все интроверты либо на обед убежали. Привет еще раз. Привет. Привет. Ну, коллеги, во-первых, еще раз спасибо, действительно, за такие обновы. Чем быстрее, тем лучше. Еще раз повторюсь, момент, связанный со складом. У меня первый вопрос. Когда избавитесь от старого интерфейса внутри? Ну, хотя бы даже в облаках. Я уже про коробку молчу. И, наверное, самое важное замечание. Друзья, коллеги, разработчики. Я тоже когда-то в далеком будущем разработчик и на PHP, и не только. Сейчас, конечно, пользуюсь больше битриксом. Но у меня к вам пожелание. Если вы создаете IT-продукты, если мы говорим сейчас об интернет-магазине, попробуйте сами им пользоваться. И тогда будет большой-большой профит для конечного клиента. Это больная история меня как интегратора. Это очень больная история. Потому что то, что вы разрабатываете, вы разрабатываете как будто бы для самих себя, но не для клиента. Это касается и отсутствия склада, это касается карточки товаров, это касается старого интерфейса, багом, фичем, бага-фичем. Называйте это как хотите, но для конечного клиента, который платит деньги за лицензию битрикса, это не бага-фичи, это его деньги. Давайте думать об этом. Окей, спасибо. Спасибо и за критику, Алекс, и за вопрос. Давай сначала на вопрос. Так, а какой первый вопрос был? Я как-то сконцентрировался на критике. Да, вот критика я… Про вопрос я уже что-то тоже упустил. Ну, про критику могу сказать, что вообще критика – это хорошо. Конкретные предложения, более… Мы собираем фидбэк. Понятное дело, что продукт очень большой и достаточно тяжело сразу все реализовать и все отдать. Потому что есть еще как минимум… Так как продукт один, есть еще и коробка. Не всегда достаточно просто что-то реализовать, допустим, в одном месте, не затронуть при этом другое. Ну, и еще помимо того, что у продукта есть история. Поэтому мы, конечно, стараемся делать это для клиентов. Ну, если что-то не получается, будем стараться улучшать. Вообще хорошо, если бы именно этот фидбэк, когда есть какие-то конкретные вещи. Вот как вы сказали, скотского счета, да, он будет. Точных сроков я не могу назвать. Поэтому он будет, в планах это есть, это обсуждается. По-остальному, ну, тоже надо обсуждать. Все будет, исправимся. Ну, мне добавить особо нечего. Алекс, ну, на мой взгляд, мы стараемся, делаем, делаем все, что можем, делаем намного лучше, чем раньше. Ну, окей, за критику тебе не имею, все равно спасибо. Да, критика всегда хороша. Макс, давай, ты в эфире, рад тебя видеть и слышать. Привет. Привет. Взаимно. Огромное спасибо за новый релиз. Спасибо тебе. Вопрос следующий. Юзер-стори. Магазин тортиков. Клиенту дали персональный промокод. И он, получив ссылку на оплату в новом магазине, пытается его применить. Просьба, ну, и вопрос, собственно, можно ли зарегистрировать через RestApp свою платежную систему, чтобы встроиться во флоу оплаты? То есть, когда я ввел промокод, мне, соответственно, дали какую-то скидку, там, не знаю, на 20% на какие-то позиции, а потом, пересчитав, соответственно, сумму, дальше я уже там пластиком или через Apple Pay оплатил остаток. Ну, через Rest можно зарегистрировать свою платежную систему. Именно если платежную систему, да, ну, то есть, как там, Яндекс и так далее. Ну, тут, да, тут, да, 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 тут именно вопрос в том, чтобы был вот именно такой двойной флоу, то есть, когда я частичную оплату сделал через одну платежную систему, да, там, не знаю, промокод или там какими-то бонусными там фантиками расплатился, там, которые я ввел с флайера, а остаток уже там реальными деньгами доплатил. Ну, вообще можно, да. Можно зарегистрировать любую, но у нас есть средств для работы с платежными системами. Насколько я помню, он есть и для счетов, и для заказов, поэтому без проблем это можно сделать. Я имею в виду то, что, соответственно, там будет для юзера это будет именно через механизмы редиректов, то есть его кинет сначала куда-то на шлюз первой платежной системы, потом вернет, сумма обновится в реалтайме по ссылке, которую вы отдали, и после этого он начнет, соответственно, флоу второй платежной системы? Нет, не совсем так. А как ты это видишь в себе? Вообще, если происходит, ну, сама оплата происходит по какому-то конкретному документу. Если документ был выставлен, например, на 100 рублей, то эти 100 рублей будут оплачиваться. У нас в системе нет частичной оплаты документа, то есть когда документ он один, например, на 100 рублей, да, оплатили 20%, а еще доплатили 80. Ну, как бы такого нет. Есть вариант реализации, это разделение. То есть в рамках этого заказа можно разделить платежную систему оплату на две. Первая оплата 20 рублей, которая автоматом будет оплачена, и вторая оплата это 80 рублей. Ну, если в моем кейсе, где общая стоимость заказа 100 рублей. Ну, то есть нужно еще дополнительно делать разделение. Если юзер получит ссылки, ссылки, как будет выглядеть флоу тогда? Ну, если ссылка… Ссылка на оплату, вот это вот ваше модное там WhatsApp, которое уйдет, вот это вот все. Ну, вот нужно посмотреть, можно ли по аресту получить ссылку на конкретную оплату. Но, насколько я помню, раньше вообще не передавалась конкретная оплата, и выводила вся информация. Если оплат несколько, вот, тогда выводились блоки по оплатам. Но в данном случае будет один блок, первый, который оплачен, то есть там будет оплата такая-то оплаченная, и второй блок на нужную вам сумму с предложением оплатить. То есть ссылка одна, но оплаты уже будут две. Ок, понял, будем тестить, спасибо. Я вижу, что хотят вопросы еще, но коллеги мы уже заканчиваем, у нас следующий будет доклад. Алекс, потом, возможно, свой вопрос ты спросишь в другой раз. Окей, спасибо тебе большое, Макс. Мы сейчас перемещаемся на перерыв, у нас он будет небольшой, буквально сколько? Буквально минут 15 мы попьем кофе, вы тоже сможете попить потом кофе. И потом я приглашаю вас на следующий доклад про новый битрикс фреймворк. Наши ведущие разработчики вам расскажут, и там же можно будет задавать вопросы про PHP 8. Да, давайте тогда мы перемещаемся на перерыв. Увидимся совсем-совсем скоро. Не отключайтесь, пока. Продолжение следует...